Девушки отдыхают Екатерина Михайловна отметилась появлением и разговором на уже достаточно навязшую в зубах тему про закон о профилактике домашнего насилия, снова на радио «Комсомольская правда». Не знаю, какое отношение Екатерина имеет к Коммунистическому союзу молодежи, видимо, какое-то имеет. Сказать, что что-то новое сказали? Да нет, в общем, ничего не сказали. Просто часть аргументов, которая от противников шла, ее невозможно было игнорировать, поэтому здесь Екатерина Михайловна сделала пару таких увиливаний в сторону, очень талантливых. Я бы сказал, что это высокий скилл в демагогии, мне так показалось. Противником на телефоне, правда, в ослабленном варианте был господин Стариков. Мне показалось, что он не сказал несколько важных моментов. Ну, возможно, потому что его врасплох застали, подключили на телефон. Попробую сказать вместо него то, что, как мне кажется, стоило сказать. А это значит, что по жалобе жертвы устанавливается запрет на приближение. Тут Екатерина Михайловна проговорилась про принципиально важную вещь, и, к большому сожалению, господин Стариков упомянул про это мельком, но как-то очень слабо. А это ведь, по сути, если анализировать законопроект в целом, как мы его знаем, то это ключевая и самая главная в нем часть, а именно отмена презумпции невиновности. Собственно, они тут, лоббисты, увиливают даже от самого понятия вины, то есть они используют всякие эфемизмы, типа агрессор или тот, на кого поступила жалоба. Вот этот вот вариант тот, на кого поступила жалоба, это самое точное описание человека здесь, назначаемого ответственным, хотя нет, они даже говорят, что это и не ответственность. В общем, типа это и невиновный, и не ответственность, но просто что-то такое происходит, просто вас выгнали на мороз. Это ведь главный момент во всем законе. Можно было бы всерьез обдумывать там действительно какое-то противодействие насилия в семье, если бы вести речь про ответственность за какие-то реальные действия. То есть установление вины, и если вина установлена, то за это какая-то ответственность должна наступать. Это был бы логичный правовой способ, можно было бы спорить, например, а насколько оправдана там вот такая-то мера по отношению к такому-то проступку. Но это был бы совсем другой спор. Но после этой оговорки, что по заявлению жертвы, дальше можно закон не обсуждать, потому что не имеет никакого значения, что там. Это бантики. Все остальное это просто прицеп к этому паровозику. Что касается того, что выгоняют человека на мороз. Ну, во-первых, это ограничительная мера, которая не влияет на право собственности. Ну, про это Екатерина Михайловна уже говорила, подтверждая, в общем, все желающие, кто хочет выгнать Екатерину Михайловну из дома, сегодня, например, из ее дома, вы не ограничите этим ее право собственности. Это просто будет ограничительная мера, которая на сегодняшнюю ночь снизит вероятность проявления домашнего насилия со стороны Екатерины Михайловны по отношению к ее домашним. Ничего не добавишь. Теоретически говоря, этот выгнанный, так сказать, разгневанный соусобственник может начать продавать немедленно эту квартиру, как только он оказался за ее пределами. Уже не я один упоминали, что он не может начать ее продавать в условиях действия такого ордера. И даже в отсутствии такого ордера он вряд ли сможет ее начать продавать. Особенно, если, не дай бог, это собственность совместная. Так что это ложь и это третье составляющее понятие собственность. Распоряжение. Это же не заявление об уголовном преступлении. Это даже не заявление об административном преступлении. Как вам, так сказать, новая казуистика? Это и не уголовное, и не административное. То есть закон не больше, не меньше, как вводит новое вообще измерение в правовую сферу. Ну, надо назвать ее правовой, в общем-то язык не особо поворачивается. Это какая-то сфера параллельная с правом. Право это что-то объективно доступное. Что-то, что можно там вычислить, определить, установить. Здесь у вас какая-то параллельная система, которая не имеет отношения даже к административному производству. То есть только уже нарушения в этой сфере порождают административные правонарушения. А дальше там будет сказано, что в некоторых случаях могут порождать и уголовные преступления. Но уже как следствие нарушение вот этой сферы, которой даже определения нет. Это своя вселенная. Вселенная домашнего насилия. С законом о домашнем насилии мы имеем дело. С еще другой правовой реалией. Это не административное производство. не уголовно. Это профилактика. Это говорится уже не впервые. Вдвойне интересно слышать от людей, которые называют себя либералами, демократами и вообще прочими прогрессивистами о наказании за преступления, которых еще не совершили. Обычно в антиутопиях, в фантастических произведениях, в том числе в фантастическом кино это называется как-то по-другому, не профилактикой. Например, у Джорджа Оруэлла было понятие мысли преступления. Это когда человек подумал о чем-то неправильном, неразрешенном. А здесь идет даже какой-то более высокий градус. То есть здесь человека привлекают, принимают к нему меры, скажем так, когда есть подозрение, что он совершил мысли преступления. То есть это мысли преступления следующего порядка. Ответственность наступает за подозрение в мысли преступления, что он может так подумать. Еще интересный вариант профилактики в кавычках показан в фантастическом фильме «Особое мнение» с Томом Крузом. Мне кажется, это тема, как это неудивительно, стала вдруг внезапно актуальной. Из чисто фантастической. Думаю, что ее нужно пересмотреть и посмотреть на параллели между законами, как они действовали в этом фильме, и какие законы двигает эта лобби-группа. Там, кто не помнит, реальная ответственность наступала до совершения преступления. Каким образом устанавливалось преступление, что оно будет совершено? Ну, об этом, собственно, сам фильм. Пересмотрите. Испуганное сопротивление. Так будто ваши противники, противники этого закона, чего-то сильно испугались. Я скажу, чего они испугались. Вот товарищ, который ведет эту передачу, не знаю, как его зовут, он, видимо, так и не снизошел до того, чтобы прочитать текст. Люди, которые возражают, в основном, это люди, которые умеют читать. Это все, что нужно знать и уметь для того, чтобы быть против этого закона. Как только они дочитали до момента про основания для применения санкций, дальше можно не читать. Дальше уже не имеет значения, что там написано. Поэтому короткий ответ, товарищ ведущий, комсомолец. Люди умеют читать и воспользовались этим умением для того, чтобы ознакомиться с законопроектом. Для вменяемого человека этого достаточно, чтобы быть против этого законопроекта. Мы все взялись за руки и думаю, что мы дадим отпор этим силам, которые мешают работать. И вносят смуту в наше общество. Я перефразирую то, что сейчас сказала госпожа Пушкина. Есть известная формула, которую изрек ее однопартиец в прошлом. Он не так сказал, но потом эту фразу сжали до формулы «Парламент – не место для дискуссий». Если я правильно услышал то, что госпожа Пушкина сейчас сказала, то она хочет сказать, что, в общем, не место для дискуссий, и вообще мы никто, чтобы в этой дискуссии участвовать. Пушкина знает лучше нас всех. Она же сняла столько телевизионных программ. А мы ей мешаем, понимаете, мешаем ей работать. У вас было когда-нибудь ощущение, что вы в магазине, и вы мешаете продавцам, что они заняты важными делами, а вы вот им пришли и отвлекаете их от важных дел. Вот у госпожи Пушкиной тоже такое ощущение. Скажите, пожалуйста, постоянно слышатся цифры о том, что погибло от семейного насилия 14 тысяч женщин. Вы подтверждаете эту цифру? Нет, я эту цифру подтвердить не могу, и ею не пользуюсь. Поскольку тема эмоционально заряженная, то всякой странной статистики вокруг этого бродит чрезвычайно много. Очень хороший момент. Товарищи лоббистов достаточное количество раз поймали за руку, достаточное количество раз поймали за язык, и они начали съезжать с темы. Я предвижу, что раз Екатерина съехала, первая с этой темы, следующий съедет Пушкина с Поповой. И, наверное, только после этого они появятся, наконец, в каком-то коллективном обсуждении, где будут и сторонники, и противники. Как вы видите, до сих пор таких заседаний вообще не проводятся принципиально. Я думаю, именно потому, что сторонникам, в общем, просто нечего отвечать на комментарии по существу. Им нечего отвечать. И они об этом знают. 55 раз кто-то взял и завысил эту статью. Как будто это что-то меняет. Специально для комсомольцев, медленно повторяю, было 14 тысяч, стало 253. Если разница в 13 750, почти для вас ничего не значит и никакого значения не имеет, то я не знаю, чем тут можно помочь. И вообще, стоит ли вам заниматься журналистикой? Вы понимаете ли вообще, что говорите? Понимаете ли, о каком масштабе раздувания проблемы идет речь? Я так понимаю, что от гриппа в год гибнет больше, чем от реального домашнего насилия. И даже среди них, как мы уже знаем, вдвое больше мужчин, чем женщин. Как я уже сказала, чуть раньше в эфире у нас есть проблема. Мы не можем ссылаться на текст, потому что он еще не внесен. Но, поверьте, это произойдет со дня на день, тогда наша дискуссия приобретет более предметный характер. Это, Екатерина Михайловна, называется не проблема. Это называется отсутствие предмета для дискуссии, отсутствие предмета для обсуждения. Из этого, собственно, следует, чем вы сейчас здесь заняты на этом самом радио. Рассказываете нам, что домашнее насилие-то плохо? Я думаю, это излишнее кому-то рассказывать. Это и так все нормальные люди знают. Вы-то говорите не об этом, правда? И ваше выступление посвящено не защите всего хорошего и против всего плохого. Оно говорит о конкретном документе. И люди обсуждают тот документ, который они знают. То есть, если вести дискуссию честно и осмысленно, без демагогии, либо вы должны были выдать этот документ, чтобы люди могли его сейчас обсуждать и знать, о чем вы сейчас думаете и говорите, либо вам нельзя было выходить на эфир, так как нет предмета выступления, не о чем рассказывать. Ничего нет. Так что это не проблема. Это манипуляция сознанием. В той версии, которую сейчас обсуждается в Совете Федерации, там даже вида насилия не квалифицированы. Вот ровно из этих соображений, вот это вот экономическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие. А я вам даже скажу, почему они там не квалифицированы, на мой взгляд. Если там осталась, собственно, отмена презумпции невиновности, то есть человеку не нужно доказывать никак. Все решения принимаются на основании заявления, и все меры принимаются на основании заявления. А зачем, собственно, давать определение, к чему бы то ни было? Человек просто пишет заявление и говорит, у меня было насилие. Какая разница, что он под ним имеет в виду? Все равно каждый под ним будет иметь в виду что-то свое. Ему же не нужно доказывать какой-то факт. Ему не нужно доказывать факт экономического насилия, не нужно доказывать факт психологического насилия. Он просто о нем заявляет, и все. Модель Дулута вообще подразумевает больше разновидности насилия, чем то, что сейчас перечисляется. Так что человек просто может сказать, да, было насилие, и все. Какая разница, какое там определение, и какая разница, какое у него содержание, если мы все равно не собираемся это проверять? Это лишняя информация в законе. Она может быть в примечаниях там, или в ликбезах, которые эти НКО будут проводить для всех желающих. Так что совершенно логично, что для экономии бумаги определение предмета просто убрали, потому что в условиях отмены презумпции невиновности, как я уже сказал, в нем просто нет никакой необходимости. Это лишняя часть. Несмотря на свои уродливые проявления в виде угроз, но это все-таки проявления маргинальные, но в целом это гораздо больше похоже на обсуждение. Я бы сказал, что проявления в виде угроз, которые еще надо доказать, да, а не то, чтобы выяснилось, что это ваша мегаблогерша, например, организует через какие-нибудь там левые подставные конторы. Она же у вас большой спец по пиару, правда? Так что, в общем, самострел здесь исключать нельзя, и Николай Стариков об этом сказал. Но, если сравнивать по уродственности, скажем так, по степени уродливости, негативные комментарии и предложение отменить презумпцию невиновности, то лично я бы пальму первенства отдал однозначно отмене презумпции невиновности. Вот это действительно маргинальное явление, маргинальная инициатива. Речь реально идет о революции в самом худшем смысле этого слова в сфере законодательства. В существовании вот этих вот организаций, которые засылают своих сторонников на всякие парламентские слушания, мне кажется, что тут есть элемент, скажем так, подготовки к будущим большим парламентским выборам 21-го года с тем, чтобы иметь такую вот платформу. По поводу выборов, мне кажется, Екатерина Михайловна тут что-то вскрыла и в чем-то созналась. В многочисленных восторженных комментариях, которые идут к каждому ее видео, причем часто до того, как люди посмотрели, собственно, и проанализировали, что, собственно, было сказано, регулярно слышатся призывы Екатерину в парламент, в депутаты и даже в президенты. А некоторые, в общем, опускаются до, я бы сказал, просто смущающих для нормального человека комментариев, типа «Слава Екатерине!». Я, извините, не сдержался в каком-то из видео и в ответ на такой комментарий подсказал, что правильнее говорить не «Слава Екатерине», а «Хайль Екатерина». Или чтобы было в рифму и короче, то «Хайль Шульман». Если уж вы совсем хотите вот, ну, так сказать, сузить до классической формы свой комплимент. Я к тому, что в каком виде и как Екатерина Шульман будет участвовать в следующих выборах, мы очень даже увидим. И у меня есть свои подозрения на эту тему. Сдается мне, что это именно прощупывание избирательной платформы своей. Смотрите, в чем здесь наша с вами проблема. Уголовный кодекс действует, когда совершено преступление. Мы с вами хотим развести наши конфликтующие стороны в пространстве до того, как они нанесут друг другу легкие или тяжкие телесные повреждения. Полиция не может работать сейчас. Понимаете, в чем неудобство уголовного, особенно, кодекса? Понимаете? Он требует сначала, чтобы человек сделал что-то, а потом за это отвечал. Это устаревший, по мнению либералов, подход. Что это такое? Сначала человек делает, а потом его за это там прищучивают. Нет. Теперь мы должны заранее прищучить. Человек еще не сделал, он только может сделать. Но мы примем ряд мер, которые снизят вероятность того, что он сделает. Это, так сказать, новое слово либерализма. Мы, говорит, вас разведем в стороны. Они не собираются туда, например, назначить, скажем, медиатора в приказном порядке, или прикрепить психолога, или дать предписание паре пойти на семейную терапию. За государственный счет это важно. Нет. Они в качестве профилактики, в кавычках, одного человека выгоняют именно на мороз. И это происходит в России, и, между прочим, дело уже двигается к декабрю. Так, для справки. В виде там охранной грамоты от участкового. Вот как быть с таким вот подходом? Для них охранные предписания будут счастьем. Они, наконец, избавятся друг от друга. Смотрите, как хорошо. Как вам рецепт решения семейных конфликтов от либерально настроенной госпожи Шульман? Рецепт для конфликтующей семьи. Причем важно, мы даже не имеем подтверждения каких-то документальных, что конфликт реально существует. Мы имеем только сообщение о том, что якобы есть конфликт. В нормальной, здоровой ситуации люди могли бы пойти опять же на какую-нибудь семейную терапию или привлечь какого-нибудь медиатора или священника или кто там у кого, кому кто ближе душевно и духовно. Но рецепт Екатерина Михайловна круче. Она говорит, мы сейчас одного из них просто выкинем из дома на мороз и таким образом погасим конфликт. Ну, во-первых, мы знаем, про кого она говорит, когда мы говорим про выкинуть на мороз. А, во-вторых, вы сами вот взвесьте трезво ситуацию такую. Предположим, есть ситуация действительно некого конфликта или там психологического насилия. И в середине этого насилия психологического одного из людей берут и внешние силы просто выкидывают из дома. Как вы думаете, как это повлияет на конфликт? Я не могу отвечать за всех, но лично я мог бы такой шаг со стороны конфликтующей стороны стерпеть только один раз. Первый такой ордер будет и последним. Даже скажу больше, упоминание этого ордера в суе будет оно же и последним. Но это просто факт. Потому что это не шутки. Это не шутки, даже когда речь идет про жилье, которое у многих единственное. А если туда же еще задействованы там дети и какое-то еще там существенное имущество, то тут все очень серьезно. Очень серьезно. У меня даже есть подозрение, что именно после выписывания такого защитного ордера, именно после него многие заявители поедут в лес в один конец на прогулку. Что еще будет делать наш закон новый? Он будет вводить понятие преследования, которого сейчас у нас нет. Вот этот знаменитый сталкинг... Ну, про эту часть я уже делал каст отдельный. Смотрите, ссылка в углу. Может быть, как идея в этом что-то разумное и есть. Опять же, если у этого есть основания доказанные, а не просто голые заявления. Он меня преследует. Знаете, ученик в школе может написать, что меня преследует мой классный руководитель. Он мне пишет сообщение, где я. Но эти же самые замечательные идеи и эти нормы про сталкинг будут являться просто идеальным инструментом для отчуждателей. Например, отчуждателей детей. Это будет просто подарок небес. А как известно из статистики, то большая часть матерей, между прочим, существенно большая часть матерей, чем часть отцов, которые получают детей на полное время, препятствуют общению с детьми. И сталкинг это просто вот идеальный вариант. При желании даже посылку алиментов через там почту или каким-нибудь другим способом можно признать нежелательным контактом. Но тем, кто этот закон придумывает, и, видимо, тем, кто сталкинг в этот закон вводил, им это неинтересно. Я даже, честно говоря, допускаю, что они вообще не знают словосочетания parental alienation syndrome. Просто даже не слышали о нем. А зачем? В том числе ее выбор регулировать ситуацию с обидчиком ради сохранения личных отношений в семье и не оставлять это вопрос на усмотрение органов государственной власти. Именно поэтому никакой участковый не может войти в семью, если его не позвали. Во-первых, это неправда, потому что по законопроекту, который мы знаем, сообщения от третьих лиц являются таким же абсолютно сообщением. И реакция на них должна быть и должна быть в приказном порядке. То есть у так называемого участкового не будет выбора реагировать или не реагировать. Он должен будет выписать ордер одному из них, одному из участников. Так вот, вот вам ноу-хау. Как это, например, будет работать в сельской местности. Если кто-то из вас какое-то подложительное время жил в сельской местности, вы знаете, что соперничество и такое, ну, растянутое во времени противодействие между соседями, живущими там рядом, либо в пределах одного населенного пункта, это вполне частый случай. Иногда он, в общем-то, разрастается даже на ровном месте, и это такая вялотекущая, как бы, общественная тяжба, куда включаются там и родственники, и другие соседи тоже разделяются на два лагеря, те, кто поддерживает этих, те, кто поддерживает тех. Предположим, один сосед решил реально наехать на другого и подложить ему большую свинью, либо в качестве вымогательства в обмен на что-то, не знаю, там, например, на требование уступить ему там землю какую-нибудь или часть дома, или еще что-то, и он ему может сначала сказать, значит, так, ты мне сейчас по половинной стоимости отдаешь вот то вот пастбище, на котором там у тебя там пасется кто-то, я тоже хочу, оно мне нравится, а у нас у другого нет, а ты все себе заграбастал, сволочь такая. Или к тебе придет участковый, выпишет тебе красивую бумажку, и ты уедешь отсюда надолго, минимум на месяц, и твоя семья с детьми будет здесь этим хозяйством заниматься без тебя, месячишка. Подумаешь, как следует там, все взвесишь, потом приедешь обратно, и мы еще раз поговорим по поводу продажи земли. По первости сосед может об этом не знать, он же может не знать, что такое закон замечательный, там, госпожа Екатерина Михайловна Шульман ввела, и он не читал детали, но его будет знать участковый, это будет важно. И такой сосед, особенно в идеале, если сосед живущий в одиночку, то есть ему не с кем выяснять свои отношения, и против него вряд ли смогут подать встречную жалобу, то есть сказать, он тоже, тоже с кем-то там дрался, тоже кого-то там избивал. А вот этому вот женатому и с детьми так и будет сделано. Сосед пишет заявление, что слышал крики, слышал избиения, эта сволочь такая умеет так избивать, что не оставляет следов. Жена запугана, дети запуганы, поэтому они вам ничего не расскажут в ответ. Просто их нужно срочно спасти. И по этому закону у товарища участкового не будет выбора, реагировать или не реагировать. Раз есть бумажное заявление, а мы решили бороться с домашним насилием всеми доступными средствами, и то, что есть некоторое количество там слегка пострадавших ложно, это же не имеет никакого значения, правда? Вы ведь очень хотите спасти этих 253 женщины, которых убили в год, любой ценой. Значит, вы должны перестраховаться и выписать ордер. Ну, естественно, кому? Конечно, хозяину. Это же на него жалоба поступило, что он всех избивает. Хозяин собирает вещички и уезжает куда-то. Для начала на месяцок. Если через месяцок он вернется и так и не поймет, что теперь это все серьезно. Да, кстати, если за этот месяцок он попытается, например, проникнуть обратно в дом, чтобы, например, со скотиной своей разобраться там, что-нибудь сделать, или куда-то вмешаться по хозяйству, где требуется вмешаться мужчине. И этот факт будет зафиксирован, что он нарушил предписание. То есть он за разу такая взял и появился ближе, чем на 50 метров от собственных там членов семьи. Это уже административное дело. То есть следом за этим он может получить какой-нибудь хороший такой штраф, да? Вы знаете, что зарплата в 10 тысяч за пределами Московской области вполне обычное дело. То есть штраф, например, в 5 тысяч или тем более в 30 тысяч это может быть на грани разорения для реального крестьянского хозяйства современного. Потом ему смогут выписать уже настоящий судебный ордер. Местный же судья обязан будет выписать. Вне зависимости от того, что он думает по поводу этого всего. Если тот товарищ его еще раз нарушит, то дело будет уже уголовное. То есть товарищ может даже отъехать на нары. Просто потому, что он не договорился с соседом. Вот что такое отмена презумпции невиновности. Вот чем это чревато. Вот почему люди, которые умеют читать, выступают против таких норм и таких нововведений. Просто потому, что у людей голова на месте. И они могут смоделировать ситуацию легко. Мы со Стариковым оба в плохом положении. Мы цитируем несуществующие тексты. Я не могу его опубликовать, хотя он у меня есть. Это не текст 16-го года, а вот текст, который сейчас они рисуют. Я уже вчера породил этот мем, разыграя его здесь, так сказать, по ролям. Почтальон Шульман приходит к вам домой. У меня для вас есть законопроект, но я вам его не отдам. А зачем же вы тогда его принесли, и что мы здесь будем обсуждать? А за тем, что так положено. Раз есть законопроект, значит нужно его обсудить на радио и телевидении. А раз у вас копии нет, я вам ее не дам. Я сюда теперь так целую неделю ходить буду. Зачеркнуто. Месяц. В общем, подводя черту, в очередной раз, на мой скромный взгляд, манипуляция и демагогия. И снова, очень сомнительные интервьюирующие. Ждем продолжения. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.